Оренбург, 13 ноября 2022 года. К похоронному залу на улице Монтажников съехались поклонники Ласкового Мая со всей страны. Унесло, как будто верно, нашу общую любовь. Вот и Кузя вместе с Юрой улетает к небесам. Деньги на похороны Сергея Кузнецова собирали всем миром. Отец-основатель Ласкового Мая и автор главных хитов легендарной группы умер через 137 дней после смерти Юрия Шатунова. Сергей Кузнецов 17-й человек, который имел близкое отношение, ближний круг Ласкового Мая, который умирает. В пьяной драке погиб Игорь Анисимов, участник первого состава группы Ласковый Май. Не стал администратора группы Рашида Дайрабаева, клавишника Алексея Бурты. На даче во время пожара сгорел Арвид Юргайтис. В аварии погиб Юрий Барабаш или, как его называли, Петлёра. Вячеслав Пономарёв умер от цирроза печени. Юрий Гуров погиб в автокатастрофе. Игорь Игошин выпал из окна. А в июне 2022 года похоронили Юрия Шатунова. И Кузнецов на кладбище выглядел еле живым человеком. Я перед последним концертом с ним разговаривал, но он сказал, что у него бронхит немножко обострился. И глядя на автора «Белых роз», многие, кто знал его и историю группы, говорили, что осталось Кузнецову недолго. Вот кому надо представлять охрану. Я думаю, что сейчас он очень большой пас. Это единственный человек, который им мешает уже прийти к финишу, достичь полностью своей цели. Оренбург. 13 ноября 2022 года. Проститься с Сергеем Кузнецовым пришли сотни фанатов «Ласкового мая». Ритуальный зал тонул в букетах «Белых роз». Для друзей и близких он всегда был просто Кузей. Его смерть стала для них настоящим шоком. Самочувствие было великолепное. Он был весь воплощен работой. Была интенсивная подготовка к концертам. Так что и чувствовал себя хорошо, и смеялся, улыбался, шутил. То есть все было. Это кадры, снятые на последнем концерте Сергея Кузнецова. Он состоялся за два дня до его неожиданной смерти. Рады сегодня видеть вас здесь, в этом саде. От творческой вечере. Основательный брук «Ласковый мая». В тот день Кузнецов говорил, что у него немного побаливает спина. В гримерке попросил заказать ему яблочный сок. Это как вы мне медведьки-то какие-то можно? Павел, что сок заказать? Что, ты скажи? Можно, можно яблоковый сок. Он тяжело переживал смерть Юрия Шатунова, которого считал своим другом и учеником. И друзья взяли Кузю под свою опеку. Сразу после концерта 58-летнего Кузнецова отвезли домой. Два дня он не выходил из квартиры. Как всегда, сидел за компьютером, наигрывал мелодии на синтезаторе. Когда начинала болеть спина, ложился на диван. Его поддерживали, потому что он очень больной, он инвалид, у него цирроз печени. Оренбург, 7 ноября 2022 года. Все необходимое ему приносила добровольная помощница Оксана. Она же готовила еду для его престарелой матери. В тот день она разговаривала с 94-летней Валентиной Алексеевной, а Сергей в это время отошел и решил выпить соку. Он приходит с кухни, садится в кресло перед компьютером, и все, у него голова падает. Это просто резко. То есть он ничего не жаловался, там ни что-то там болит, ни жжение в груди, ничего. Просто сходил, пришел, сел, все. Оксана закричала, попыталась нащупать пульс, но смерть автора «Белых роз» была мгновенной. Официальная причина – оторвавшийся тромб. Хотя за месяц до этого ему делали ЭКГ, и никаких патологий врачи не обнаружили. Эрдиограмма была наиотличнейшая. Вот просто наиотличнейшая. И как бы он никогда не жаловался. Кузнецов любил рассказывать, что хит «Белые розы» он написал за полчаса в 1988 году. И тексты музыка пришли к нему сразу. Сделал эти «Белые розы», Юрке предложил. Я всегда самосов был. И ему понравилось. Мы признаем, что песня «Белые розы» – это песня-символ. Просто, грубо говоря, песня «Говно», скажем так, символом не станет. Песни группы «Ласковый май» радовали и вызывали слезы. Под них танцевали, влюблялись, расставались, переживали крах страны. Это произошло в отдельно взятый исторический момент, когда вся жизнь была у всех. Ну, прям очень непростая. Сергей Кузнецов был худруком кружка самодеятельности в детском доме в Оренбурге. Нот не знал, но писал талантливые песни. И мечтал, чтобы появилась группа, которая бы их исполняла. Но среди воспитанников не было ребят, у которых бы это получилось. И ему подсказали, что по соседству в Акбулакском интернате есть парень с отличным слухом. У Юры Шипунова был непростой характер. Но Кузя быстро нашел к нему подход. Опять куришь, да? Снова? Ребята записали «Белые розы» и еще несколько песен Кузнецова на обычный катушечный магнитофон. И размножили запись в местном доме быта. Кузнецов отнес запись ушлым кооператорам и получил за кассету аж 30 рублей, на которые купил часы себе и Васильичу. Так он называл Шатунова. Через три месяца «Белые розы» звучали из каждого. Ларька все там рыдали и плакали. «Разин» появился, когда это уже везде звучало. Когда записал Кузнецов с Юрой первый альбом и продал его на вокзале в Оренбурге, сказал, я такой-сякой, поехали в Москву, будем работать на, ну, скажем так, большом шоу-медовом. Андрей Разин сегодня живет в США и, судя по всему, перебрался туда навсегда. Знаменитый продюсер продал в России почти всю свою недвижимость и обосновался в Майами. Ходит там, как уверяет, часто в православный храм и ставит свечки в память об умерших солистах Ласкового Мая. Министерство культуры СССР столько денег не заработало, сколько заработал один раз. У них там в министерстве 2500 человек сидит, а я один. Воспитанник детского дома сначала стал заместителем председателя колхоза в селе Привольное Ставропольского края, но мечтал о славе и двинул в столицу, и умудрился пробить себе эфир в сверхпопулярной программе «Утренняя почта». На подтанцовке у него был Борис Моисеев. Но песня с бездарным вокалом Разина трио «Экспрессия» помочь не смогло. Путёвкой в жизнь для Разина стала вот эта фотография. Ставропольское село. Молодые Михаил и Раиса Горбачёвы, их дочь Ира, и рядом мальчик. Горбачёв забыл потом про это фото. Затеял перестройку, стал президентом Советского Союза. У него было невероятное количество проблем. И он не знал, что у него неожиданно появился предприимчивый родственник. Андрей Разин уверял всех, что мальчик на фотографии – это он, и называл себя племянником Горбачёва, что вызывало у граждан священный трепет. Никто не умудрялся даже проверить эту информацию. После долгих лет советской власти люди просто были зашуганы. В конце 80-х вокальные инструментальные ансамбли уже отживали своё, работая по старинке. Публику песни про Беловежскую пущу уже не цепляли. Заповедный напевь, заповедная дамь. Появилось то, что в 90-е станут называть попсой. Дикий успех был у группы «Мираж». Она собирала огромные залы. Вячеслав Малежек, Любе, «Мираж», Рома Жуков записывали свои песни на модной студии «Рекорд». И там же крутился лже-племянник Михаила Горбачёва Андрей Разин. На наших стадионах, где выступал там «Мираж», там «Муромов», весёлые ребята, да, прилепился «Ласковый май», который сразу же стал финал нашего концерта. Прошло совсем немного времени, и «Ласковый май» давал уже собственные концерты. И публика просто сходила с ума. Идею создания группы, состоящей из смазливых парней, Разин украл у Барри Алибасова. Он был на подхвате у него в группе «Интеграл». Но этот статус Разина категорически не устраивал. Этот смышлённый парниша, наслушавшись всяческих вот этих вот разговоров, и когда Барри уже, собственно, начал создавать группу «Нана», но пока её ещё не создал, там были какие-то кастинги, поиски, репетиции. В этот момент Разин уходит от Барри Алибасова, и через какое-то время возникает проект «Ласковый май», который был практически калькой всех вот этих вот идей, которые генерировал Барри Алибасов. И Алибасов ненавидит бывшего администратора. Говорит, что как-то он украл у солистов группы «Интеграл» дорогие кроссовки и вообще товарищ без намёка на совесть. Разин, малообразованный, пошловатый. Вот, всё впечатление. Хитрожопый. И, естественно, жадный. Деньги, деньги, деньги. У него вообще никаких других ценностей не было. Когда Разин услышал «Ласковый май» и приехал в Оренбург, то показал Шатунову и Кузнецову командировочное удостоверение на бланке Министерства культуры. Мол, велено вас забрать и везти в Москву. У Андрея Разина есть одна такая черта. Он очень быстро втирается в доверие, с одной стороны, а с другой стороны очень чётко сразу начинает манипулировать. Наивный провинциал Сергей Кузнецов, конечно, был впечатлён. Разин казался ему сверхчеловеком, у которого всё схвачено. Он запустит их на орбиту. Когда Разин сказал, что хотел бы сам исполнять его песни, не отказал. У меня в то время инструмента дома не было, чтобы прослушать. Ни гитара, ни чего. Ну, я дурак согласился. А когда в Москву приехал, там, конечно, послышал вокал. Ну, а куда делаться? И Разин стал выходить на сцену вместе с Юрой Шатуновым. Пел он плохо, но коллектив всё равно имел оглушительный успех. В первое время Кузнецов и Шатунов были счастливы. Платил их новый босс немного, но на них обрушилась фантастическая слава. От улыбок и слёз, зимний вечер теплей. Москва, 26 июня 2022 года. На прощании с Юрием Шатуновым Сергей Кузнецов с трудом стоял на ногах. Тогда многие решили, что он пьян. Но на самом деле у автора белых роз обострились боли в спине. И он просто плохо себя чувствовал. Чтобы приехать из Оренбурга в Москву и проститься с Шатуновым, Сергею Кузнецову пришлось потратить всю свою пенсию. Он был как первый день прощания, так и второй день прощания. И он был в Мищенской в одной и той же одежде. Как первый день, так и второй день. Никогда не давали права Радину, так ли это? Никогда не передавалось. Он утверждал же обратное. Он утверждает обратное, да. А я права не передавал. Уникальный талант. Самородок. Человек без музыкального образования, написавший хиты, под которые рыдали миллионы девчонок. Пусть в свои окна смотрит беспечный розовый вечер. Сергей Кузнецов умер, когда ему было всего 58 лет. И множество людей не верит в то, что причина смерти Кузи – оторвавшийся тромб. Кардиограмма, сделанная незадолго до страшного дня, была отличной. Не секрет, что есть куча сейчас веществ и даже трав, которые способны вызвать инфаркт. Это вообще не секрет. Это все знают прекрасно. Не жаловался на проблемы с сердцем и Юрий Шатунов. Хотя сам певец не скрывал, что его очень измотала многолетняя война с бывшим продюсером и другом Андреем Разиным. Это последнее интервью Шатунова. Бледный, отекший и с синяками под глазами, певец сообщил последние новости с поля боя за права на главные хиты «Ласкового майя». У меня есть абсолютно полный перечень документов, где я являюсь правообладателем. За несколько дней до смерти Шатунова Ставропольский районный суд забрал уразины исключительные права на творчество группы «Ласковой майи». Все, что он пытается сделать, ну это, я это называю судороги предсмертными. Сергей Кузнецов увидел в Юре не только талант, но и израненное сердце. И по сути заменил ему семью, которой у мальчика не было. Юра не был желанным ребенком. Отец бросил его, когда мальчику не исполнилось и трех лет. И у Юры появился безудержно пьющий отчим, который познакомил его с табаком и алкоголем. Мальчик мало ел, но выпивал регулярно. Мама Юры умерла, когда ей было всего 29 лет. Когда его мама умерла, то он чуть ли не ночь находился с телом своей матери в квартире. То есть он никому вообще не был нужен, но это дичайший просто случай. Кузнецов дал ему невероятный шанс. Вырвал из убогой детдомовской жизни. Он пел и занимался творчеством. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. А Разин дал ему невероятную славу и деньги. Такой популярности в то время не было ни у кого. Если бы не Разин, властного мэга не было. Было бы любительский коллектив в детском доме, в ДК местном, еще что-то. И не более того. И Разин родил бесподобную и неслыханную для тех времен бизнес-идею. Он собрал несколько разных составов «Ласкового мая». И только в одном из них был обожаемый всеми настоящий Юра Шатунов. Группу не показывали по телевидению. Никто не знал, как выглядит Юра Шатунов. Это позволяло делать такое количество клонов групп. Сергей Кузнецов просто обалдел от такого напора и наглости. Его детище превратилось в бездушную машину по зарабатыванию денег. В разных концах страны под записанную фанеру открывали рот левые солисты. Андрей Разин специально взял этих мелких, значит, и наивных, и ничего не понимающих детей из детских домов, чтобы ими манипулировать. На пике популярности настоящий «Ласковый май» давал по 4 концерта в день. И столько же каждая группа двойник. Разин стал миллионером. И для транспортировки огромных баулов денег брал в аренду автобусы. А Кузнецов получал копейки. И не узнавал своего давнего друга Васильича. Шатунов куда чаще общался с Разиным. Я хочу с тобой петь. Забудь, не вспоминай. Я хочу с тобой петь. В 89-м году в отношении Разина было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в продаже левых билетов на концерты «Ласкового майя». На сумму, по одним данным, свыше 8 миллионов рублей. А по другим на 80 тысяч. Но дело было закрыто. Я продал за 5 лет 47 миллионов билетов. Организовать 2500 концертов, продать 47 миллионов билетов, и все это один пацан. Один. Помимо концертов, сумасшедшие деньги Разин заколачивал на плакатах и фотографиях с изображением Шатунова. На фотографии зарабатывали больше денег, чем на концерте. Потому что люди брали по 2, по 3, по 4 фотографии. Кузнецов, который в «Ласковом мае» по-прежнему считался художественным руководителем, продолжал писать новые песни. Но потерял право голоса даже в решении самых простых вопросов. Юрку одевали гримеры так, что мне это не нравилось. Мне сказали, ты вот никто, пиши песни и все. И не влазил в эти ситуации. То есть не вы***ли. Одевали Юру и правда странно. Разин считал, что прекрасно, когда виден обнаженный торс солиста. Нелепые майки, начесы. Но публика была в восторге. А значит, действовал с точки зрения бизнеса. Разин абсолютно верно. Сергей Кузнецов был единственным, кто играл на инструменте на сцене. Все остальные кривлялись под фонограмму. Он дико переживал, что его детище превратилось в конвейер по зарабатыванию денег. Кузе было обидно, что под записанную им шатуновым фонограмму в лучах славы оказались абсолютно бездарные ребята. Шоу было позорным. Я был против, но он сказал, что это необходимо для того, чтобы раскрутить коллектив. Композитор решил покинуть им же созданную группу. И ему было обидно, что Шатунов не ушел вслед за ним. Оренбург. 13 ноября 2022 года. Чтобы собрать деньги на похороны Сергея Кузнецова, его друзьям пришлось бросить клич в интернете. Поклонники «Ласкового мая» переводили кто сколько мог. Самыми частыми были переводы по 10 и по 100 рублей. Но их было много. Сначала вроде ходил-ходил, внимание обращали. Когда его не стало, и все очухались, чтобы такого человека потеряли. На прощание с Сергеем Кузнецовым съехались фанаты из разных городов. Принесли цветы и самодельные плакаты. Из знаменитостей в Оренбург никто не приехал. У гроба плакали и читали стихи простые люди. «Голос всеми так любимый. Не войдешь на сцену, наш неповторимый. Всем привет не скажешь, песню не споешь. Мы не верим даже, что ты не живешь». И пришли давно повзрослевшие мальчики, из которых он годами старательно пытался вылепить звезд. Они стояли возле черного гроба и тоже не скрывали слез. У Кузи была какая-то такая вот изюминка, что ли. Он чувствовал душу мальчишечку. И с ним всегда было легко. После ухода из ласкового мая Кузнецов взялся за бутылку и не расставался с ней долгие годы. Иногда трезвел и работал, писал новые песни. Но с белыми розами ничто сравниться не могло. И алкоголя в его жизни становилось все больше и больше. Не было работы, не было денег. Начался цирроз печени. Смогон будет сегодня? Пока! Пиво там дают. Пиво! Когда Кузнецов рассорился с великим и ужасным Андреем Разиным, он написал для своей новой группы с дурацким названием «Стекловата» настоящий новогодний хит. Новый, 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 новый год Все мечты исполнит новый год Но выступала «Стекловата» исключительно в Оренбурге и его окрестностях. Путь в большой шоу-бизнес для Кузнецова и его проектов был закрыт. Эти проекты давали концерты, но на те же самые 500 человек. И, конечно, на это можно было только купить, не знаю, бутылку коньяка и закуску. Солистом группы «Мама» стал еще один детдомовец Саша Прико. Пусть свои окна смотрит беспечный розовый вечер Ушлый Разин внимательно следил за творчеством Кузнецова. И как только группа «Кузнецова-мама» записала свой дебютный альбом, их главный хит про розовый вечер тут же стал исполнять Юрий Шатунов. Больше не надо мне эти беды Там получилось так, что я писал тоже в рекорде, и минус там оставался. Юрка перепел. Сегодня такое себе даже невозможно представить. Но в 90-е мало кто знал об авторском праве. И Разин делал, что хотел. Кузя защитить свои песни никак не мог. Разин понял, что неважно, кто стоит за клавишами, неважно, кто открывается, ну, то есть, как бы стучит пальцем по безмолвной технике. Главное, чтобы была картинка. Ну, Кузя уехал, уехал. Окей. Песни остались. Но Шатунов недолго протянул без Кузнецова в группе. Он дико устал от бесконечного чёса. И ему не нравилось, что Разин перечисляет ему деньги на счёт. Ведь банковских карточек тогда не было. И в любой момент заработанным звезда «Ласкового мая» воспользоваться не мог. И однажды он не выдержал и устроил бунт. Пришёл к Разину и потребовал платить ему наличными. Продюсер усмехнулся и выставил перед Юрой две сумки, доверху набитые купюрами. И парень растерялся. Он просто не знал, что с ними делать. Это как с барского плеча, знаете, как у нас говорят. Ну, нахуй, если захотелось бы дорогую косточку, надо получи. Оренбург, 1998 год. Весной 1998-го Кузнецов оказался в милиции. В интернате, откуда его к тому времени уволили, случилась кража. Исчезла цветомузыка. И следователь посчитал нужным допросить отца создателя «Ласкового мая». Ему было очень интересно, сколько денег получил Кузнецов за кассету с первым альбомом. На что спустил свалившееся на него богатство. И был, как говорится, в шоке. Человек, который, казалось бы, должен быть одним из главных пайщиков, что ли, людей, которые обязаны получать гонорары за свой труд, за написание песен. Он как раз был обделен. Вид в то время у Кузнецова был такой, как будто и не было громкой славы и дикого успеха. Никаких мерседесов, затрапезная одежда. Жил он со старенькой мамой. Купить отдельную квартиру Кузя не мог. И было понятно. И не сможет. Извините, шоу-бизнес – это такое же поле боя, где надо всегда воевать. Здесь вот воевать надо. Здесь нельзя сидеть вот так вот, сложа руки. А Кузнецов был стеснительным, зажатым человеком, которому не прилипла грязь шоу-бизнеса. И не умевшим продать свой талант. Мне же в те годы по-доброму напоминал Пиро Ришара. Вот с такой же улыбкой, такой, знаете, такой... Вот. Человек, может быть, в чем-то такой, знаете, в чем-то неловкий, но видно было, что он заряжен на какую-то доброту. После расставания с Разиным Юрий Шатунов хорошо отдохнул и связался потом с Сергеем Кузнецовым. Они вместе записали новый альбом с названием «Вспомним май». И были рады, не все пропало. С голоду точно не умрем. Были написаны новые песни, были воспроизведены в новом звучании старые хиты. Мне и те, и эти близки по духу и по состоянию вообще они... Ну, наверное, старые все-таки намного приятнее, нежели новые, потому что на старых выросло целое поколение. В нулевые голос Шатунова снова стал звучать на радио. А песня «Детство» стала настоящим хитом. А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять При редких встречах Шатунов и Разин держались нейтрально. Какие у вас сегодня отношения? Ну, таких близких нет. Хорошие родственные отношения. Несмотря на то, что они много лет почти не общались, Юрий Шатунов назначил бывшего продюсера крестным сына Денниса. Обряд был в Сочи. Позже артист объяснял это странное решение шантажом со стороны Андрея Разина. Он буквально вынудил Юрия Шатунова, чтобы он стал крестным отцом. Потому что он сказал, что он тогда не позволит запретить, чтобы он исполнял песни. Оренбург, 13 ноября 2022 года. Сергей Кузнецов вырос без отца. Главным человеком в его жизни всегда была мама. Убитую горем старушку привезли в ритуальный зал на кресле каталки. Ой, девочка, ой, родной, девочка, ой, родной, девочка, ой. Валентину Алексеевну поддерживали друзья и соседи. Невестки с ней рядом не было. Оказалось, у женщин напряженные отношения, а личное горе лишь конфликт обострило. Он там похмеляла остатками его конька сама, чтобы он лишь бы только не сорвался. Потому что не поводили скандалы, что я тут хозяйка, что ты без меня будешь делать? Он говорит, я хозяин. Нет, я хозяин. Или она, или я. Ну, в общем, я говорю, разберитесь, ради бога. С Еленой Савельевой по прозвищу Леха Кузнецов познакомился в 90-е годы. Но поженились они только в нулевые. Свадьбы не было, о своей избраннице Кузя не рассказывал даже друзьям. Приехала попробовать записать альбом с Сергеем Кузнецовым. Ну, и как-то у них сложились отношения, и она осталась здесь с ним вместе в Оренбурге. Мать Кузи Елену сразу приняла в штыки. Она была готова простить сыну любые пьянки, лишь бы эта женщина не появлялась в их квартире. В итоге Елена сняла комнату и уехала от мужа. И то возвращалась, то снова уходила. Жизнь у них была непростая. Чтобы как-то сводить концы с концами, Елена собирала цветной металл на помойках. Ну, собирала вот такой мешок, килограмм шесть, и рублей триста, может, десятьдесят получала. Я так каждый день делала. В общем, вот так, чтобы жить. Ой, ну, когда я все с первоначи начну трясти, ну. Вещи находил, чтобы помыть, продавал. На Кузнецова у нее обиды нет. Она называет его гением и творцом. И говорит, что он не мог наладить нормальную семейную жизнь, потому что был просто нищим. 58 тысяч. Все. Остальные ему поклонники помогали все. Люди. Другие. Значит, он не выжил. А Юрий Шатунов был счастлив. Светлану он встретил в 2000 году в Германии. И это была любовь с первого взгляда. Он решил уехать из России. У пары родилось двое детей. Но каждый раз, когда Шатунов бывал на родине, он обязательно навещал Кузнецова. И пытался поддерживать его желание жить и продолжать писать песни. Юра Шатунов платил до конца жизни Сергею Кузнецову, композитору, и автору всех, почти всех хитов, платил из своего кармана. Просто его поддерживал. Оренбург. 13 ноября 2022 года. С Сергеем Кузнецовым прощались на шестой день после его смерти. Причиной раннего ухода основателя ласкового мая назвали оторвавшийся тромб, застрявший в кровеносных сосудах сердечной мышцы. Композитор был ослаблен многолетним алкогольным марафоном и за год до смерти перенес коронавирус. Ее всегда говорили, одевай маску. Потому что ездят в такси или куда-нибудь в магазин заходят, там продукты, все время без маски. Я говорю, одевай маску. А он говорит, она не спасет. После похорон Юрия Шатунова Кузнецов попросил своих близких внимательно следить за едой и напитками. Он боялся отравления. Мне сам Сережа раньше перед твоим приездом, мне сам сказал, чтобы я за тобой следила. Чтобы чего-нибудь не подсыпали. Понимаешь? Ланда Шахметшина помогала Кузнецову писать его автобиографию. И часто бывала рядом в последние дни его жизни. И это при ней какие-то врачи ставили автору белых роз разные капельницы. С чем и от чего, никому не известно. Я тебе вопрос задала. Я говорю, вот этих врачей, кто прислал вот этого Мишу? Вот. Кто его пригласил? Ты? Кто ему даже из раствора вводил? Я же тебе задала прямой вопрос. Это личное дело Сергея Кузнецова. Это его здоровье. На эту тему комментарий я давать не буду. Поведение Разина в тот день удивило бывалую съемочную группу популярного ток-шоу. Он дрался, бил камеры, грозил судом и даже кусался. За кулисы продюсер убежал прямо во время записи программы. Чего ты со мной ходишь? У меня своя работа. Но после метаний Разин в студию все же вернулся, чтобы сказать последнее слово. Вы показываете больного человека. Андрей, давай поговорим с адвокатом. Что вы творите? Давайте поговорим с его адвокатом. Какими адвокатами? Человек больной. Истерику Разина вызвали обвинение в том, что он нечестным путем завладел правами на песни «Ласкового майя». А больным Разин в тот день назвал автора всех хитов Сергея Кузнецова. Самая большая проблема «Ласкового майя» то, что три серьезных человека, Юра Шатунов, Сергей Кузнецов и Андрей Разин, не смогли как-то так вот, ну, хотя бы просто договориться. Кузнецов написал все хиты и отрыл бриллиант в Оренбургском детдоме. Шатунов считал, что лучше него эти песни никто бы не исполнил. Ну, а Разин в лицо говорил им, что они нищеброды, и без него остались бы сидеть в глухой провинции, и никто бы про них не знал. Когда все это началось, весь этот судебный процесс, никто не ожидал, что он настолько затянется. С виду всегда беззаботный Шатунов страшно боялся остаться без репертуара. И однажды это случилось. Андрей Разин запретил ему петь про «Белые розы», грозясь судами и огромными штрафами. И жизнь Шатунова стала настоящим адом. Он прилетал в Россию теперь не только на гастроли, но и для масштабной войны за право исполнять хиты «Ласкового майя». Бесконечные суды, угрозы Разина на страницах интернета. Это было невыносимо. Он переживал, я думаю, очень сильно. Потому что он нормальный, добрый, взрослый человек, который не хотел скандалов, хотел, чтобы все было нормально. От него ни на шаг не отходил Аркадий Кудряшов, когда-то работавший администратором «Ласкового майя» у Разина, а позже ставший называть себя еще и продюсером. Аркадий Кудряшов, один из... Слово «продюсер» здесь вообще неуместно. Ну, скажем, директоров, менеджеров. Да? Тех, кто сидел на кассе. Кудряшов составлял концертный график Шатунова. И никогда его не щадил. И это он подстегивал его биться с Разиным до последней капли крови. Но стоя в тот день похорон недалеко от свежей могилы Шатунова, он за собой греха не признал. Суды его просто, Юру, убили. Вот и все. Виновен в этом, а все. Только один человек. Андрей Александрович Паразин. Почему 22 июня 2022 года Юрию Шатунову не вызвали современный реанимобиль, который может примчаться к богатому пациенту в любую точку Подмосковья? Почему его повезли не в Москву, а в Домодедово? И врачи разрешили друзьям таскать его на руках. Где были опытные медработники? Вопросов много. Андрей Разин утверждает, что Шатунова отравили, потому что концертный директор боялся снова потерять все права на песни и выплаты Разину огромной неустойки в 2 миллиона долларов. Не произошла там ссора, и на основании этого они ему дали именно выпить. И, по всей видимости, я предполагаю, что дали ему именно этот тазепан, который не сочетается со спиртным, зная его состояние здоровья. После чего, когда ему стало плохо, они не стали вызывать скорую помощь. А друзья Шатуновы считают, что виновны оба этих алчных человека. Виновники этого преступления и Кудряшов, и Разин. Вот это мое личное мнение. Они оба в сговоре, может быть, даже. В день прощания с Шатуновым Кузнецов выглядел человеком просто раздавленным горем и со слезами вспоминал своего воспитанника и друга. Он пообещал тогда журналистам продолжить отстаивать дело Шатунова в суде, чтобы права на песни достались его вдове и детям. А Андрей Разин снова и снова гнул свое из Майами. И Юра Шатунов в 2013 году, естественно, заключил контракт, получил за это 305 тысяч долларов и также передал мне все наследство и на свое имя, а также на все творчество, на все архивы, на все записи, на все песни, на пожизненное. В случае его смерти, естественно, все переходит мне. Оренбург, 13 ноября 2022 года. Гроб с телом Сергея Кузнецова опускали в землю под крики «Браво!» и «Аплодисменты». Могилу усыпали белыми розами. Сергея Кузнецова похоронили на аллее, где покоятся почетные граждане Оренбурга. Это место выбили для него земляки, которые организовали сбор подписей за срочное присвоение ему звания почетного гражданина города. Официальные лица на прощании не появились. Это была единственная группа, которую везде знали, что это из Оренбурга. И очень печально, что представители власти не пришли. За месяц до своей смерти Кузнецов сходил в интернат, где когда-то родился ласковый май. И до последнего дня пересматривал записи группы на домашнем компьютере. Я увидела в его глазах и вообще его состояние. Вы знаете, это была, ну, вот такая, наверное, глубокая тоска по тому давнему-давнему. В разгар войны с Андреем Разиным Сергей Кузнецов записал вот это аудиообращение. Эта бездарная мразь пытается любыми методами достичь своей цели. Стать автором и правообладателем моих песен. На данный момент путем подделки документов и других махинаций он этого достиг. Я вынужден обратиться в суд. После смерти Шатунова Сергей Кузнецов написал в социальных сетях. Улетай и нас не забывай. Мы скоро встретимся. Мрачное пророчество сбылось очень быстро. И слова признания, таланты и заслуг Кузнецова звучали уже у гроба. Выяснилось, что вот этот звук и вот эта эстетика, и вообще вот вся эта атмосфера в 80-х, это самое теплое и уютное, что вообще у нас есть в нашем музее. На песне года Кузнецова и Шатунова наградили хрустальной статуэткой за вклад в развитие популярной музыки. Посмертно. Одной на двоих. Собираюсь все сказать сейчас.